В нынешнее время время уток, понимаете? Давайте отбрасывать шизофренические, психопатические совершенно слухи. И слухи о том, что вот-вот Путин вторгнется вообще в Белоруссию, сейчас пошли. Пусть Лукашенко раздает оружие и прочее, прочее. В нынешнем состоянии, в состоянии продолжения фактически ельцинской экономической политики, а Путин это делает, Российская Федерация не может даже Крым освоить. Это толком. Понимаете, как можно поднять сельское хозяйство Крыма, если у тебя сельское хозяйство Российской Федерации заваливается? Как можно поднять судостроение Крыма, если у тебя судостроение не развивается? И так далее и тому подобное. На самом деле Российская Федерация уже может, так сказать, с ее нынешней экономической облюдочной моделью, она будет опрокинута кверху дном Донбассом и Крымом. Какое возрождение СССР? Потом, простите, СССР не надо возрождать в том виде, в каком он был. Надо возрождать прежде всего Русский Союз. Это Союз Белоруссии, Российской Федерации, Приднестровья, Новороссии, то есть Северного Причерноморья вместе с Крым, Одесская, Херсонская, Николаевской области и промышленных районов Харьков, Донбасс. Днепропетровск бы еще бы хорошо. То есть вот это русские основные районы. Казахстан еще можно притянуть к себе. Вот на этом ядре надо устраивать новую индустриализацию. В Южной Сибири сделать ее, что называется, ядро, как предлагает Юрий Крупнов, мой друг. Тогда, если ты разовьешься, у тебя появляются привлекательные модели развития, ты притягиваешь все остальные земли, втягиваешь их в свою орбиту. Но думаю, что СССР-2 должен быть, прежде всего, в такой формуле, которая сказала бы, он должен быть русским союзом. А Средняя Азия только как колония, только как зависимая колония, но не член этого союза. Продолжение следует...